Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать на канале, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Пригласил сегодня в гости Максима Черкова. Максим занимается тем, что у него есть два направления деятельности. Первая, это тема, связанная с лидогенерацией, то есть, по сути, маркетинговое агентство, привлечение клиентов. Второе, сам этот проект вырос в нечто большее, связанное с тем, что есть краудфандинговая платформа инвестиций, прямых инвестиций, скажем так, в какие-то отдельно взятые бизнесы. Я здесь являюсь неким таким человеком-скептиком, потому что опыт не мой личный, опыт моих клиентов говорил о том, что там ничего хорошего не получается. Но я считаю очень важно в текущий момент поговорить о прямых инвестициях, и это вызвано двумя обстоятельствами. Я сам по себе прошел недавно тренинг, очень интересный, выбор возможностей. Я много для себя ставил ограничений, связанных с сохранением и приумножением денежных средств. То есть, я отсекал для себя, например, инвестиции в недвижимость, я отсекал для себя прямые инвестиции в бизнес, потому что считал, что у меня недостаточно опыта для того, чтобы провести оценку рисков инвестирования в тот или иной бизнес. Понимаю, что выпускал очень много возможностей, да, то есть по итогам этого тренинга. Второе. До недавнего времени мы вжили в ситуации, что у нас для управления, скажем так, финансовыми потоками и благосостоянием населения все зависело от внешних конъюнктур, все зависело от цен на нефть. А сейчас у нас получается, что очень серьезно зажимаются истории, связанные с привлечением международных инвесторов в Россию. Желание разобраться более подробно, какие есть возможности у людей, у которых, а, небольшой размер капитала, которые не могут позволить самостоятельно организовать собственное производство. Но при этом окно возможностей достаточно большое, да, то есть если ты идешь в вопрос импортозамещения, что ты организовываешь, то в этом случае это действительно может быть интересным инструментом для диверсификации. Например, я готов на это выделить не более 5% своего капитала, потому что я понимаю, что потенциально высокая доходность, потенциально высокий риск. Таким образом это можно минимизировать, какие сейчас для этого есть возможности. Максим, пожалуйста, тебе слово. Давай, наверное, я начну с предыстории, вообще расскажу, как у нас появилась на свет краудлендинговая платформа. Мы долгое время занимались тем, что помогали предпринимателям привлекать клиентов из интернета. Мы занимаемся с 2018 года, и сегодня у нас там 7 тысяч клиентов. Как раз вот два года назад мы увидели возможность, что мы можем давать вот этим предпринимателям дополнительные инвестиции и внутри нашего сообщества, и вне этого сообщества. Соответственно, мы же видели практически у каждого предпринимателя все абсолютно юнит-экономику. И смотрели на то, что круто, у нас есть бизнес-модели, которые эффективно работают в России, которые, если бы не работали на своем собственном капитале, получили дополнительные инвестиции, они бы работали еще более эффективно, и их капитализация росла. А есть неэффективные, то есть мы сразу же это видим. Помню, что если мы дадим вот этим эффективным бизнес-моделям денег чуть от себя, то, соответственно, мы первые получим долю, доля вырастет в цене за счет того, что они эти деньги правильно инвестируют, выручка повысится. Так мы и стали делать. Это было примерно в 2000 где-то 21 году. Мы проинвестировали первые деньги в компании, и ребята правильно их освоили. Доля моя увеличилась в цене, и я понял, что это крутая возможность для нас. Но все равно здесь законодательные акты, да, то есть мы не можем просто так привлекать деньги извне и давать эти деньги предпринимателям. А своих денег у нас все равно было недостаточно. Первое, что мы подумали, а что если построить вот такую крауд-лендинговую платформу? Мы уже смотрели, да, как раз на рынок, который существует в России. Уже был JetLand, был поток, был там раунд-платформа. Они в целом как бы находились немножко в другом рынке. Они выдавали кредиты бизнесу. Не просто продавали долю, а именно выдавали кредит. Соответственно, был большой риск дефолтов, люди брали кредиты, неправильно была оценка этих компаний, еще не было выработан нормальный скоринг этих компаний. И по итогу люди теряли деньги. Исходя из этого, получился такой немножко скепсис. Так вот, мы абстрагировались с этого рынка полностью и поняли, что мы не будем давать деньги в кредит людям, а будем именно выкупать долю у компании. Мусульманский банкинг такой получился. Да, у нас, кстати, есть ряд мусульман. Недавно я общался со своим акционерами. Я говорю, ребят, мы решили, короче, все-таки встроить модуль как у JetLand, чтобы выдавать кредиты. И вот как раз ребята, которые есть в мусульмане внутри нашей площадки, говорят, мы против этой ситуации. И я говорю, рынок крутой, ну то есть реально много денег там. Они говорят, что давай оставим так, как есть, и не будем выдавать кредиты. Получается, что в рамках вашей системы выдача денег идет за счет, по сути, акционерного капитала, вхождения в долю компании. Да, это акционерное общество. Срегистрируются выпуски ценных бумаг. Да. Вносятся деньги, ведение реестров акционеров ценных бумаг. Реестры мы не сами ведем, есть регистраторы ВТБ, есть регистраторы Статус, который ведет реестр ценных бумаг. Мы лишь платформа, которая обеспечивает правильный формат инвестирования, где есть физическое лицо. Мы даем IT-решение. Грубо говоря, мы в Алдберис в теме инвестиций. То есть у нас есть инвестиционные продукты, которые на нашей платформе сосредоточены. Соответственно, приходит физический инвестор и хочет купить инвестиционные продукты. Какая доходность? Разные. Смотри, вот я недавно проводил эфир для наших акционеров. Начиналась доходность от 35% годовых до 2100%. То есть это бизнесы, которые реально вырастали. Вот, например, мы проинвестировали в площадку аналитики маркетплейсов, называется LikeStats. Ребята на тот момент имели выручку 2 миллиона 700 тысяч рублей. Когда мы собрали капитал ребятам, мы дали еще им свою экспертность, подсказали, как правильно этот капитал освоить. Ребята сделали классный маркетинг, доработали продукт, а в итоге их выручка выросла до 67 миллионов рублей за год. Есть такая понятия ошибка выжившего. Если я скажу, что, слушай, а давай еще точно такой же сделаем, сделайте или нет. Сколько всего сейчас проектов на платформе? Всего за год мы проинвестировали в 15 проектов. Посмотри, там нет такого, как на бирже. Ты приходишь и выбираешь нам, в который я хочу инвестировать. Когда бизнес появляется на платформе, он должен сделать эмиссию, зарегистрировать эмиссию, потом эту эмиссию он должен реализовать в ограниченное количество времени. То есть, по сути дела, на платформе может быть один проект в один месяц, но он четко структурированный, и мы должны в течение месяца обеспечить ему нужное количество инвестиций. Доступ на платформу каким образом осуществляется? Для того, чтобы допустить на свою платформу, условно, одного участника, чтобы он вот это все разместил, на чьей стороне оценка рисков? Или это, по сути, клиенты, которые обращаются в маркетинговое агентство, которое внутри видит юнит экономику, и на основе этой юнит экономики говорят, ребята, они ходить или вы там сделать вот так вот? И какая доля собственных средств, например, инвестируется в подобного рода проект? У нас есть две модели скоринга. Первая – это просто, когда мы на протяжении 4-5 лет сопровождаем клиента в маркетинге, и видим абсолютно все у него в разрезе, что происходит. Это открытая бизнес-модель, и мы можем данные предоставить акционеру, если он хочет. Когда мы увидели, что рынок растущий, мы сами в него сначала заходим. Как вы оцениваете? Мы разговариваем с собственником, что ему нужно от нас. Говорит, я хочу на маркетинг деньги. Мы говорим, мы тебе можем маркетинг закрыть своим собственным агентством. По идее, тебе деньги не нужны, мы тебе сделаем маркетинг, но взамен мы у тебя заберем долю. Первое – это наш личный опыт. То есть мы понимаем, что да, этому предпринимателю стоит доверять. Далее мы покупаем у него долю разными способами. После того, как видим, что он наши деньги нормально освоил, мы выводим этот бизнес на платформу и привлекаем уже капитал вне. Но если это проект, который не относился к нам ранее в компании, то, соответственно, у нас сделано классное IT-решение, где с той стороны приходит предприниматель, у него подтягивается вся автоматическая информация с БКИ, о его бизнесе, по ННН, то есть о его бухгалтерской отчетности, у его команде, судах, которые были там или существовали вообще там вплоть до собственника, какими компаниями он владел. И выдает оценку рисков, то есть от 1 до 10. Насколько это рискованная инвестиция, насколько рискованный собственник и так далее. Когда она выдает оценку там от 7 до 10, мы начинаем уже внутренний диалог с этим предпринимателем. Мы смотрим у него и бухгалтерскую отчетность, какими активными материальными и нематериальными он владеет, как команда есть. Самая главная оценка, наверное, да, вот насколько я выработал вот в инвестиционной модели, это сами глаза собственника, они сразу же выдают, на что он хочет потратить деньги, насколько он вообще эффективен в бизнесе, насколько он горит своей идеей. Ну, то есть, если ты говоришь, что рентабельность от 35 до 2000%, например, я собственник, да, я прихожу к вам и говорю, ну, если это было когда-то, там, 2-3 года назад, ты говоришь, да, ставки рыночные были там на уровне 18-17%, почему не пойти в банк, взять кредит под 17% условно, вложиться, да, и перед банком иметь четкие финансовые отчетности, четкие платежи, эти 2000% они будут мои, зачем мне кому-то отдавать. Ты имеешь в виду, зачем собственнику привлекать деньги? Вот, допустим, мы там инвестируем в компанию LikeStars, вот при его выручке 2 миллиона, там, 700 тысяч рублей где-то, кредит в 20 миллионов рублей ему бы, скорее всего, не выдали. Банк, он же не знал этого предпринимателя изнутри, он не видел, что он вообще делал ранее, он смотрит просто на цифры, а мы смотрим на человека конкретно. После того, как мы дали ему эти деньги, он кратно пошел вверх. То есть для него это большее количество денег, которое он может получить. Звучит такая фраза «мы смотрим», что значит «мы смотрим»? Ну, у нас целая команда, да, то есть аналитический отдел, который мы выработали. Мы объединились с командой Евгения Ходченкова, который занимается подбором различных проектов в данный момент. Плюс построили свою команду аналитиков, да, то есть потом подключили Scoring, это отдельная вообще команда, которая разрабатывала этот Scoring, например, на многие-многие годы, которая в том числе на многих платформах подключена, на том же потоке она работает, да, то есть благодаря вот этому сообществу, которое мы создали, мы можем видеть бизнес в разрезе. Сколько всего сейчас финансирование получило подобного? Сейчас 12 компаний. В год примерно сколько возникает? 8-10 примерно в год. Смотри, мы очень долго еще получали лицензию струненного банка, очень долго писали эти решения, поэтому в первый год было очень мало инвестиций именно через платформу. Сейчас уже более активно пошло. У меня есть такая хорошая поговорка. Если ты не видишь риска в своем бизнесе, у тебя нет плана, как ты на него будешь реагировать. Если у тебя нет плана B, там начинаются исключительные эмоции, и люди оказываются в вакууме, начинают совершать большое количество ошибок, которые, по сути, и губят компанию. Мы все-таки говорим, это некий элемент такой, наверное, венчурного инвестирования бизнес-ангелов, где есть просто цифра статистики, 90% компаний прекращают свое существование в первый год, и в следующие три года еще 90% из оставшихся еще тоже прекращают существование. У меня, соответственно, вопрос, исходя из вот этого всего, А, про риски, и Б, негативный опыт. То есть были ли кейсы, связанные с тем, что что-то пошло не так. То есть можно получить 30%, ну, как негативный сценарий, да, 30% здесь. Можно там не париться, купить облигации под 15-16% ОФЗ, да, и там получать эту доходность. Вообще любая инвестиция, она рискованная, но здесь она имеет повышенный риск. Были у нас ситуации, когда мы инвестировали в компанию, и компания не выполняла свои обязательства. Собственник взял деньги, и на эти деньги купил себе автомобиль. Он никогда не видел таких денег, хотя компания работала, у нее есть реальная выручка. Мы начали с ним беседу. Сначала в нормальном диалоге, просто давай деньги возвращай в компанию, и начинай ее развивать. Он нас не услышал. Сначала послали досудебную претензию, он понял, что мы уже не шутим, да, то есть будем обращаться в суд. После этого в течение двух лет вернул нам полностью 100% денег. Правда, мы ничего не заработали, и мы эти деньги вернули инвесторам, с которыми мы ходили вместе. Со всеми нашими акционерами, которые есть на площадке, которые есть внутри наших проектов, они приезжают к нам на встречи, мы там устраиваем мероприятие, от них зовем интересных гостей. То есть мы стараемся создавать инфраструктуру для них. Я с каждым хожу, общаюсь, как вообще у вас отношение к нашей компании. Я собираю обратную связь. У нас более 1200 инвесторов, и в целом примерно каждого я знаю. У меня у самого аттестат ФСФР, на ведение реестра владельцев ценных бумаг. Я неоднократно сам делал выпуски акций. Когда компания выпускает акции, то, соответственно, происходит оплата акций. По сути, денежные средства, которые передаются, они передаются не по займу, по которому ты можешь пойти в суд и отсудить, скажем так, что человек не выплатил. А здесь у тебя, получается, регистрируется устав, учредительный договор. Регистрируешь решение о выпуске ценных бумаг, и происходит оплата. То есть подтверждается в регистрирующий орган, что произведена оплата. В том же самом примере, который ты приводишь. То есть 2 миллиона выручка, компания уже существует. Она может быть в форме ООО, она может быть в форме ИП. То есть как минимум это реорганизация, во-первых, начинается. То есть в рамках регистрации и выпуска ценных бумаг есть учредительный договор, который тоже предоставляется. Где кому, сколько, какая доля принадлежит. Сколько акций в принципе может быть выпущено, сколько выпускается в настоящий момент, каким образом оплачивается. Вопрос оценки интеллектуальных прав, про которые ты говоришь. Вопрос оценки денежных средств, которые вносят другие люди в рамках выпуска. И если я собственник, то есть условно, я понимаю, что я могу расти, я могу выйти выручкой на 100 миллионов, приходите вы ко мне и говорите, Максим, слушай, вот у тебя чистая выручка 2 миллиона, может быть 100. Давай мы зайдем, зайдем сами, можем привлечь еще кого-то. Соответственно, если заходим сами, каким образом происходит оценка, то создается уставный капитал, и деньги, которые передаются в акционерное общество, они уже тебе не принадлежат. То есть ты не можешь подать в суд и сказать, что верните это назад. То есть ты становишься акционером, и все риски находятся на тебе. И тогда возникает тоже немаловажный вопрос, как распределяется доля, и оценивается доля первичного, то есть организации, которая получает финансирование. Потому что я понимаю, что может быть размытие моей доли. Ты можешь прийти и сказать, слушай, давай сделаем выпуск на 50 миллионов, оплачиваю. Человек говорит, так у меня вообще денег нет. Начинаются какие-то схематозы. И второе, 50 миллионов можешь привлечь ты через свою платформу, и тогда будешь 100% акционером, а там все вытекающее. Закронно об акционерах общества, общее собрание акционеров, тоже возникает вопрос, как контролируют, проводится ли общее собрание акционеров, каким образом избираются исполнительные органы, наблюдательные советы, советы директоров, если они избираются. Потому что здесь вопрос на уровне управления. Что если заходят акционеры, они, соответственно, платят деньгами, а у собственника денег нет. Как остается, сохраняется его доля? Второе, соответственно, каким образом происходит управление? Если идет второй раунд финансирования, это как? Это доп. эмиссия, увеличивается стоимость владения, тогда вы привлекаете оценщика и продаете свою долю. Первый вопрос, насколько я понял, это как происходит процесс продажи. Есть два формата продажи. Первое, это доп. эмиссия, то есть, когда уже есть акционерное общество, есть уже акции, мы эту доп. эмиссию реализуем через площадку. Второй вариант, ты можешь как собственник купить акции своей компании. Например, я акционер своей компании. Я не учредитель своей компании, но я акционер своей компании. Я могу как физическое лицо продать свои акции любому другому физическому лицу. То есть, я владею активом, как квартирой, например. Я и так иногда делаю, и это нормальная практика на финансовом рынке, она не запрещена законом. Вот, например, несколько лет назад компанию свою, которая у меня есть, учредил не я. То есть, у меня есть брат, и я, соответственно, выкупил долю в этой компании как физическое лицо. Также есть повторение этого же опыта, когда человек создаёт компанию, и выкупает по цене, которую он может сам регламентировать цену, то есть внутри, пока никого нет, ни одного акционера. Он может выкупить у этой компании акции полностью себе, как физическое лицо. У компании не выкупают акции. У любой компании есть акционеры. И собственниками компании является акционерный согласно доли купленных акций. Ты вкладываешь устаной капитал на как физическое лицо ну то есть я вкладываю деньги согласно доли моих денег есть акции то есть говорят ребят мы выпускаем миллион акций номинальной стоимостью 1 рубль да то есть у нас вот 5 учредителей вот учредительный договор то есть вот это покупает там на 200000 этот покупает на 300000 это покупает на 500000 то есть этому 200000 акции этому 300000 акции этого 500000 акции соответственно вот платежки о том что мы бы перечислили в уставный фонд это я может деньгал день покупки дали как раз в регистратор соответственно основе на основе вот этого решения выпуске до отчета об итогах выпуска ценных бумаг он делает записи да то есть вот этому акционеру столько акций принадлежит этому столько этому столько компании не принадлежат акции за исключением байбеков то есть когда уже у компании есть свои собственные денежные средства и акции находятся в свободном обращении у других акционеров она может выкупить или их погасить увеличив таким образом долю акционера я понимаю чем ты говоришь я как раз и говорю о том что когда ты учреждаешь компанию может быть я неправильно выразился да то есть ты выкупаешь акции внося деньги деньги покупаются и покупаешь акции да у этой компании то есть у нас деньги установил капитал и далее соответственно акции принадлежат тебе то есть возможно я это упростил просто ты сейчас это более развернуто скал да спасибо тебе огромное для ребята будет полезно в чем у нас был вопрос то есть акционерное общество она уже акционерное общество она приходит на платформу ему нужны деньги соответственно первое пойти в банк взять кредит отбрасывается 2 долговое финансирование может выпустить облигации прийти на рынок зарегистрировать проспект неограниченному кругу лиц по срочности в платности возвратности все проговорить когда выплачиваются купоны третье не нужны еще акционеры мне нужны еще деньги я не готов платить фиксированного дохода просто окажется собственнику в твоем случае да то есть была компания сто процентов акции принадлежит там васи пупкину он соответственно говорит хочу еще финансирование привлечь каким образом уставный капитал 10 тысяч рублей а я оцениваю что моя компания сейчас стоит миллиард хочу 10 процентов продать 100 миллионов прихожу на платформу говорю ребят вот у меня есть 10 процентов акций которые мне вася пупкину принадлежит пожалуйста кто на 100 миллионов рублей хочет купить эти акции вопрос оценки кто производит оценку это в первом случае да когда условно собственник она завышает стоимость оценки классический ipo на российском рынке до оценивают вот настолько потом размещают это все да и через там два-три дня но стоит там в два-три раза дешевле вторая обратная история когда уставный капитал 20000 рублей все принадлежит вы делаете доп эмиссию например до 20 миллионов то в этом случае получается чтобы какая-то доля собственника осталось до ему самому надо оплатить ему самому нужно взять откуда-то деньги чтобы эту доп эмиссию оплатить иначе его доля будет размыта вами и у вас возникает вопрос начиная того что если ты вкусный бизнес просто отжать выбросить основного собственника заканчивая тем что вы просто из чистой прибыли будете большую долю забирать в компании как происходит оценка кто оценивает сколько сейчас этот стоит бизнес у меня может возникнуть желание если я посмотрю интересный проект если я погружусь там юнит экономику и скажу прикольно а давайте я все выкуплю на себя и потом это захвачу обратная история меня хотят обмануть оценку безусловно может провести сам собственник и сказать прийти что я хочу по такой-то цене продать акции мы можем либо согласиться с этим не если бы не согласиться есть такое законодательстве что по последним входом в долю компании соответственно и есть ее стоимость и какие-то мультипликаторы есть как вы считаете ориентируйся на мультипликатор x10 да то есть 10 лет окупаемости компании мне к вам прийти надо я дорого продамся тогда действительно хороший рынок вот только зарождается сейчас в россии но у меня в акционерном соглашении показатели к пяти приравнивается 5 лет это мог чистой прибыли говорим их здесь к ебеде возвращаясь к оценке то есть мы нанимаем оценочную компанию у нас есть практически на каждую компанию оценка да то есть над которой мы выводим опять же тут разные параметры есть если сумма сделки довольно-таки большая да мы нанимаем оценочную компанию которая оценивает во-первых сам рынок перспективы рынка материальные нематериальные активы то есть там вот оценочный том это вот такая книжка там бухгалтерский баланс движение средства договора с контрагентами движение по счету то есть абсолютно все я вот листаю и ты видишь весь бизнес в разрезе все что происходило и может происходить с компанией риски которые могут случиться риски которые случались с другими компаниями на этом рынке они используют разные мультипликаторы да вот я сейчас не могу тебе точно ответить на этот вопрос у них есть лицензия на оценку этих компаний и к каждому этапу они применяют свой мультипликатор оценивают выручку сегодняшнюю прогнозируемую в ручку будущую оценивают сам рынок который сейчас происходит и после этого формируется рыночная стоимость иногда ее запрашивает центробанк вот оценочная стоимость данного проекта центробанк смотрит и говорит окей либо начинать задавать вопросы почему вообще такая оценочная скорость мы взяли вот это 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 мы начинаем не доказывать далее после того как мы ее оценили мы выводим ее уже на платформу создается дополнительная эмиссия дополнительной эмиссии не нужно выкупать своим собственником дополнительную эмиссию выкупают люди которые входят через площадку они либо должны полностью сто процентов выкупить эту эмиссию если они ее полностью не выкупают то мы должны вернуть деньги обратно эмиссия не собрана и соответственно она аннулируется безусловно доля собственника размевается в этом случае то есть это дополнительный выпуск акций эта платформа работа именно так но однако никто не запрещает этому собственнику где-то на стороне да то есть на основании той же оценки продать свою собственную долю он же акционер своей компании у него там есть 30 или 40 процентов акций компании вот эти там 10 5 3 процента сколько угодно может продать не на площадке уже а просто вот мы с тобой сидим договорились хочу пять процентов твои акции в руки это не будет относиться к платформе не к допи миссии просто я тебе сейчас прям перевел в регистраторе статус 5 процентов акции своей компании ты медал там за это 50 миллионов рублей никто этого не запрещает абсолютно законная сделка в любом случае риски есть но риски они оправданы то есть как я и говорил что у нас была одна компания которая реально практически ушла в дефолт да то есть но однако она вернула деньги нам чтобы не потерять свою репутацию но в основном те инвестиции которые мы делаем это оправданы инвестиции потому что мы видим компанию изнутри видим собственников изнутри но извини что закапываясь в мелочи да ты произнесена фраза некая такая что ушла в дефолт уйти в дефолт можно когда ты берешь займ займ не отдал и в этом случае получается в дефолт объявил да здесь мы говорим об акционерном капитале то есть акционеры они несут сто процентов риска связаны с деятельностью компании то есть если я выпустил доп эмиссию то есть если я привлек финансирование долевое не долговое а долевое единственное у меня обязательство перед акционерами да как я внутри всем этим управлять до эффективно я управляю или неэффективно получается интересная ситуация что инвестировать через платформу я могу стать акционером но если у компании пойдет что-то не так если компания не оправдает там маркетинговые какие-то там действия не составит новое производство не начнет зарабатывать чистую прибыль то она мне вернет вложенные но и деньги если говорить с точки зрения закона то нет но если говорить с точки зрения будущей репутации то деньги она вернет в этом случае который у нас произошел да то есть человек продал свои акции и у него было не целевое использование денежных средств во первых это было прописано в договоре заранее что деньги должны были пойти на целевое использование сама платформа сама идея она классная то есть в любом случае мы живем в мире где все ширится к воркинге начинают развиваться каршеринге начинают развиваться там но много чего история сделать доступным прямые инвестиции она реально классно почему потому что здесь условно я могу вложить тысячу десять пятьдесят тысяч рублей которые там не будут разрушительными для моего капитала но при этом и по сути это венчур то есть если это реально там вырастет в 20 раз 2000 процентов это круто да и на это в принципе можно пойти я пытаюсь задать вопросы каким образом это работает как минимизируется риски я услышал что у вас рамка договора купли-продажи там прописывается целевое использование эти денежных средств еще немножко про риски давай добавлю то есть во первых как я и говорил не стоит заходить в вне биржевые инвестиции на последний кэш брать кредиты сколько на зависимости от того квалифицированные ты инвесторы нет не квалифицированные инвесторы могут заходить до 600 тысяч рублей на данные платформы квалифицированные инвесторы не имеется ограничений да то есть человек уже сам понимает я статус присваивает статус мы присваиваем к платформа имеем право это делать соответственно у нас есть определенные законодательства которые мы придерживаемся на основе центробанка принципе как ты считаешь сколько процентов от всего капитала я не знаю вот у меня капитал условно 100 миллионов я уже квалифицированный инвестор сколько стоит процентов я думаю что это 20 процентов это разумная сумма которую можно направить на приватной инвестиции а это может принести тебе хорошую доходность но опять же это нужно быть единственная компании куда ты инвестировал 20 миллионов рублей да то есть в итоге лучше диверсифицировать то есть сильно прекрасно знаем на несколько компаний и не исключено такое что из 12 компании условно к Snapchat и проинвестировали 20 рублей одна из этих компаний может исчезнуть возможно история как с Тернсом возникнуть все возможно но другие 11 компании могут выстроить даже может одна компании выстрелю допустим там от нас одна компания мы инвестируем его куда у нас есть также портфель туда пиццы компании да то есть мы там инвестирует получили доходность 110 процентов это разумная доходность я не говорю уже здесь про две тысячи сто процентов есть компания руссквант например да она постоянно рекламируется эта система автоматизации бизнес-процесса которые получили доходность на уровне 250 процентов это не все что я говорю вырастает до двух тысяч сто процентов однако если бы эти компании получили отрицательную доходность и что с ними произошло то благодаря там даже одной компании которая реально выросла и который имеет хорошую ликвидность акции, которые можно продать, можно получить доходность, которая окупит все твои провальные инвестиции. Безусловно, не надо входить на этот рынок на последние деньги, не надо инвестировать исключительно в одну компанию и, примерно, хотя бы основываться на том, в чем ты можешь реально разобраться. То есть, если ты вообще не в теме, не разбираешься в бизнес-процессах, не можешь просто бухгалтерский баланс прочитать, то, возможно, стоит получить сначала какой-то навык в этом, а потом уже идти инвестировать. Все-таки про доходность, да? Я хотел бы вернуться, потому что разные цифры звучат. Ты сам инвестируешь? В первую очередь я инвестирую, конечно. Какая у тебя доходность? Средняя доходность где-то на уровне 370%. Вот я смотрел по прошлому году. В этом году я еще пока не подводил итоги. Еще раз рекомендую инвестировать только после того, как я сам проинвестировал. Потому что я понимаю, что тут деньги тоже мои лежат. Самое интересное, что в небежевых инвестициях есть, это то, что мы можем на них реально влиять. То есть, если у компании идет снижение, допустим, выручки, мы можем подключить свои ресурсы, свое маркетинговое агентство, свою экспертизу. И плюс ко всему у нас большое сообщество инвесторов, и в том числе известных инвесторов, которые могут подключиться к этому процессу. И благодаря этим социальным связям мы можем подрастить компанию обратно. Почему мне нравятся в небежевые инвестиции? Это то, что я могу реально обучаться. Я там прихожу, например, на собрание акционеров Додо Пиццы, слушаю, как они развивают свою компанию. Советую с ребятами, что вот Додо Пицца сделала так, давайте тоже это внедрим. Или прихожу там в компанию Росквант, они говорят, мы там автоматизировали бизнесы с такими компаниями, вот что мы сделали. Круто, давайте интегрировать для себя. Я же сам клиент у своих же компаний. Слушай, а как доля распределяется? То есть, условно, объявили доп. эмиссию, я хочу купить много. Ты можешь выкупить всю долю, конечно. Во-первых, смотри, в зависимости от количества заявленных инвесторов, то есть это формируется ранний список акционеров. Далее от ранних список подтверждают, что я точно буду инвестировать в такую-то сумму. Далее формируется под эту сумму доп. эмиссия. Но опять же, исходя из запросов человека. И далее формируется аллокация по людям, в зависимости от того, какую сумму ты хочешь инвестировать. Также ты можешь быть одним единственным инвестором, который заявился на эту сделку и выкупить всю долю. У нас есть первичный круг инвесторов, да, это наши VIP-акционеры, которые проинвестировали более 5 миллионов рублей в разные компании, от 5 до 25 миллионов рублей. То есть, если я проинвестировал 5 и больше, я попадаю в VIP. То есть, все сладкое будет мое. А то, что мне неинтересно условно или недоходно, или я там вижу какие-то риски, я спускаю вниз. И получается некая такая дискриминация, да, связанная с тем, что, ну, если у меня мало денег, да, мне будут крохи с барского стола перепадать. Во-первых, люди, которые проинвестировали 5 миллионов рублей, да, то есть, это в любом банке и в любой компании, все равно, в любом случае, в VIP-клиенты, которым достается все самое сладкое. Второе, выгода для собственника. А он получает не 500, там, 700 инвесторов сразу же, а получает там 40-50 человек, которые могут еще и помогать ему в реализации его продукта. Третье, не все акционеры инвестируют во все. Также есть формат того, что компания делает несколько раундов. То есть, она делает первый раунд, предлагая, допустим, сначала по определенной цене, собирает капитал, подращивает капитализацию, а потом по другой цене уже идет розничному инвестору. Тоже на IPO та же самая ситуация, да, люди зашли, крупные, а потом на IPO это продается всем, там, от по 1000 рублей по 300 рублей, но это продается по самому максимуму. То есть, по сути дела, через площадку человек получает возможность купить компанию задолго до IPO и по самой выгодной цене. Есть кто-то на IPO собирается из ваших? Ну, только до до пиццы, если она соберется, я думаю, что она может быть, покажет хорошие иксы, да, то есть, да, IPO. Компания «Формула трафика» также, мы подводим ее к IPO, это наше агентство лидогенерации, маркетинговая. Мы имеем там сейчас выручку порядка, ну вот, в тот год мы закончили 795 миллионов рублей, а в этом году мы пробьем миллиард рублей уже, да. У меня, как у собственника компании, да, которой я развиваю уже 7 лет маркетингового агентства, я хочу выйти на IPO, и у нас есть консалтинговое агентство, которое выводило уже компании на IPO и нас к этому подводит тоже. Мы абсолютно все в белую показываем, вообще все, что у нас происходит, сотрудники, капиталы, бухгалтерский баланс, все-все-все, просто собираем каждый год оценку, экспертизу, да, чтобы прийти потом и показать, вот как росла наша компания. Настолько все подробно расписано, что докопаться просто не до чего. В 2027 году мы хотим подойти к IPO, у нас есть все инструменты для этого, сообщество огромное, акционеры, да, то есть мы можем на своей площадке, мы подкопим количество инвесторов, можно сделать большой посев перед IPO среди своих акционеров, которые выкупят на IPO большое количество акций. Мы проговорили, получается, про риски, поговорили в какой-то степени о доходности, которую можно получить, достаточно привлекательной. И третий фактор для инвестиций, не менее важный вопрос ликвидности, как обеспечивается выход инвесторов. В твоем случае ты говоришь, инвестировал, да, по итогам прошлого года 370 процентов, окей, бумажная прибыль, да, то есть есть оценка, есть признанные коэффициенты, да, мы считаем, что признаваемая всеми акционерами оценка является X10 к EBD. И беда растет, обороты растут, жаль, что они к чистой прибыли привязываются. 370 процентов. Ты хочешь фиксануться, ты хочешь выйти. Каким образом это происходит, если проинвестировал через платформу? У нас есть несколько вариантов, как это сделать. В регулировании Центробанка есть некие бреши, да, в этом вопросе. Потому что рынок только начал создаваться вообще. Рынок вне биржевых инвестиционных платформ. В общем, сам Центробанк способствует тому, чтобы это росло. Но вторичный рынок, они сейчас очень сильно регламентируют. То есть, по сути дела, можно купить акции, получить эмиссию, с долгода IPO, но вот вторичный рынок, как на бирже, он не может работать. Ну, то есть, условно, чтобы люди торговали, да, то есть, этого невозможно. Единственное, что мы можем делать, это просто новостная лента, да, то есть, грубо говоря, то есть, где отдельная графа на платформе, где написаны сделки, допустим, там, Максим Петров продает акции компании такой, какой-то по такой-то цене и твой конкретный контакт. Соответственно, человек, который заходит на платформу, это только сейчас мы реализуем внутри. То есть, ранее это работало как? У нас был внутренний просто чат-бот, где ты заходишь в чат-боте, оставляешь заявку, что хочешь купить акции той или иной компании. Проходит быстрая рассылка всем, кто подписан на чат-бот, и человек реагирует, я хочу продать, я согласен с ценой. В итоге он вас вводит вместе. Сейчас это будет реализовано на платформе, где будет примерно то же самое, да, но только более регламентированно, да, то есть, твой фамилия, имя, отчество, что у тебя за сделка, куда к тебе обратиться. И далее вы уже делаете сделку самостоятельно. То есть, по сути дела, мы приводим трафик на платформу, и у человека есть выбор. Если он в данный момент не может зайти в проекты, которые были ранее представлены в списке, да, допустим, и продавались там по цене, не знаю, там, грубо говоря, тысячи рублей за акцию год назад, а сейчас она стоит две тысячи рублей, то ты можешь выставить эту сделку там по тысячу триста или по тысячу триста. Тебе достаточно такой доходности, ты выставляешь эту сделку, и по итогу человек заходит, покупает сделку напрямую у тебя. Мы помогаем юридическим отделам все это правильно документально оформить. Все. Второй есть регламент у некоторых акционерных обществ, которые должны там раз в год или раз в два года выкупать свои акции обратно. То есть, они сразу же приходят и говорят, что я через год выкуплю столько-то акций обратно и дам выход акционерам. Такое было часто. Мы сами такое делали, как акционерное общество. Три года, получается, вот в компании «Формал Трафиком» привлекали капитал, три раза мы делали частичный обратный выкуп, давали своим акционерам выйти частично, то есть, они полностью там продали. Мы выделяем 50% от прибыли компании, далее эти 50% мы проводим общее голосование, либо распределяем на дивиденды, либо… Ты сейчас про себя лично говоришь, как внутри этой платформы. Я на примере своей компании рассказываю. Другие компании делают, в принципе, то же самое. Далее мы выбираем, либо мы делаем частичный обратный выкуп, либо мы платим дивиденды. Частичный обратный выкуп – это больше просто ты получаешь кэш обратно. Далее выкупают акции компании. Это второй этап выхода, то есть, первый – это вторичный рынок. Второе – это обратный выкуп от самой компании. Третье – это может зайти какой-то стратегический инвестор, то есть, фонд, который может выкупить акции у акционера. Четвертый – это ты можешь продать кому угодно. Мы с тобой посидели, поговорили. Такое тоже очень часто есть. Сказали, что я зашел в компанию, но сейчас у нее зайти нельзя, да, у меня есть акции, ты там рекламировал мне, я говорю, блин, я тоже хочу зайти, убеждаю, я продам тебе акции на 200 тысяч рублей. Я говорю, давай, я купил. Все, это тоже вторичный рынок, он тоже так работает. Ну и последний вариант – это, конечно, дождаться IPO, когда уже идет публичное, публичное посево по продаже акций, когда уже скоро IPO, и либо на IPO уже выйдет. Но на IPO еще никто не выходил. Ближайший – это 27-й год. Да, но выходы из компании были. То есть, через обратный выкуп, через buyback, примерно около 400 акционеров продали и акции и нашей компании, и других компаний тоже делали обратный выкуп, и тоже были продажи. То есть, мы это все показываем публично, оно как есть, рассказываем. То есть, любой человек может заявиться на обратный выкуп в компании. Были выходы через вторичный рынок неоднократно. То есть, у нас большое сообщество, люди встречаются, и они в целом даже могут просто купить друг другу акции. Тоже такое неоднократно было. Ликвидность, наверное, как в недвижимости сейчас. То есть, это не ликвидность, как на фондовом рынке, это не ликвидность, как на криптовалюте, там, битконик, а ты выставил сделку, у тебя завтра же ее купили. То есть, для того, чтобы реализовать свою сделку, тебе нужно время. Сколько обычно занимает времени? И то это, наверное, не всех касается. Кто-то вот просто привлек финансирование, развивается. И все, что я могу сделать, теоретически найти человека, который выкупит, да? По той оценке, по той формуле, которая, в принципе, есть. Вот как часто я могу получать информацию переоценки? Потому что это денег все-таки стоит, да? Да, больших денег стоит. Раз в год обязательно переоценка любой компании. Если они хотят два раза привлечь деньги за год, то перед привлечением каждых денег, то есть, делается оценка реальной стоимости компании на сегодняшний момент. Тут еще важный момент понимать, что вне биржевые инвестиции горизонт инвестирования 3-4 года. Если брать классическую историю, там, венчурные фонды, по правилам фонда, ну, то есть, если в ПИФы это упаковывают, 10 лет срок минимальный. Но это поевой фонд так работает, да? Мы сейчас говорим все-таки больше про некие такие прямые инвестиции. Здесь вопрос оценки рисков раз, два, потенциальной доходности, три, вопрос о ликвидности. А вот, например, смотрю и соотношу, да, получается доходность от 30 до 2000 процентов, условно, 10 проектов. В среднем, получается, есть и три, потенциальная доходность, если все будет хорошо. Вопрос рисков все-таки многое зависит от самого акционерного общества, собственника и человека, принимающего решения. Как мне кажется, все-таки из-за того, что это не так отрегулировано в настоящий момент, в принципе, риски могут сводиться к тому, что, может быть, вообще, ну, не шмаглая. Не угадали, рынок изменился, да? То есть риск вплоть до потери всего из суммы инвестированных средств никто здесь доходность не гарантирует. Ликвидность достаточно ограничена, да? То есть горизонт инвестирования 3-5 лет. В идеале, да, для получения потенциальной максимальной доходности это IPO, где можно максимально получить доходность. Да, примерно так получается. Понятно, что мы все инвесторы, мы хотим получить там определенные иксы. Я рассматриваю этот рынок как получение опыта от компаний, которыми ты владеешь. Это наиболее интересно, чем ты просто инвестируешь в фондовый рынок, да? Ты в фондовый рынок инвестируешь в цифры, там тоже рисков предостаточно, да? Ты не учишься в этих компаниях, то есть навыки никаки практически там не получаешь. Когда ты инвестируешь вне биржи, ты, во-первых, видишь компанию в разрезе, ты ходишь на собрание акционеров, ты видишь, как компания развивается, какие продукты она вводит, ты получаешь привилегии от самой компании. Больше такая профессиональная какая-то история, то есть это не история пассивного такого инвестирования. Это допом тебе дается дополнительно. Плюс ты получаешь большое сообщество, да, то есть с людьми, которыми ты можешь общаться, ты можешь дотянуться до собственника. У нас есть юристы, бухгалтера, интересные предприниматели, консалтеры разные, да, то есть которые консультируют там наш бизнес в том числе. Про себя могу сказать, что я бы, наверное, был собственником платформы, мне бы это было интересно. Если я сейчас хочу стать акционером этой платформы, я это могу сделать. Да, да, конечно. Но тогда мне нужно с тобой говорить, чтобы у тебя купить долю. Да, все верно. Буквально два дня назад мы открыли раунд привлечения инвестиций внутри нашей платформы, и есть такая возможность, чтобы стать инвестором этой платформы. Там сумма входа не такая большая, 200 тысяч рублей. Почему, опять же, мы сделали такой вход? Вообще 200 тысяч рублей минимум инвестирования на платформе. Если мы сейчас пустим всех от 1000 рублей, то наше количество сотрудников не сможет качественно обслужить вот эту всю большую аудиторию. Зато мы делаем качественный сервис, делаем качественное сообщество, делаем качественную инфраструктуру для этих людей, даем больше, чем просто сама инвестиция. И потом уже где-то ближе к 2025 году мы планируем открыть ее для большего количества людей, но для этого нам нужно нарастить первую экспертизу дополнительную, а второе это увеличить штат людей сервис-менеджеров, которые будут образованы и понимать, как вообще обслуживать клиента. А как узнать по платформе? В целом можно просто ввести в Яндексе инвестора и далее зарегистрироваться на платформе, свяжется наш отдел сопровождения. Мы записали большой обучающий модуль по тому, как работает внебиржевой рынок. Это абсолютно бесплатно для любого человека, который зарегистрировался. Есть модуль по сделкам, в которые мы входили, презентации сделок, да, то есть как мы вообще в целом проводим презентации сделок из нашего офиса. Ну и плюс ко всему, это внутренний бот, который дополнительно всегда материалы высылает по внебиржевому рынку. Это при регистрации он получает или все-таки когда становится акционером? Просто зарегистрировался на платформе, да, то есть... Ничего не обязывает, вкладывать ничего не нужно. Нет, нет, нет. Но уже может более подробно, если интересна тема прямых инвестиций, разобраться. Смотри, еще есть школа финансовой грамотности для детей, мы не так давно в нее проинвестировали. И у нас около 100 акционеров отправили в эту школу своих детей. То есть у вас на платформе есть школа финансовой грамотности, которая привлекала финансирование, и акционеры отправили своих детей туда, в эту школу учиться. Да, классный бонус для них, да, классный плюс. То есть они видят, что они в компанию проинвестировали, их дети каждый день это видят, как работает компания изнутри, ну и сами, соответственно, учатся. Сейчас компания, они дополнительно еще вводят курсы программирования, курсы по искусственному интеллекту, и аудитория вот этих всех акционеров, да, это равно клиенты этой школы. И плюс, опять же, вот компания там RusQuant, которую мы проинвестировали, это система автоматизации бизнес-процессов. Очень много предпринимателей, которые не автоматизированы в бизнес просто у них, они не знают даже, как у них там происходит движение денежных средств, да, условно. А ребята им автоматизируют бизнес-процессы. То есть вот это сообщество, где сами же акционеры являются клиентами своих же проектов. Максим, спасибо большое, очень интересно. Я думаю, что за этим большое будущее, в любом случае, как я уже упомянул сегодня в ролике, да, эта история будет шириться. Вопрос развития отдельной индустрии интересный. Большой удачи в этом. Я действительно изучу, посмотрю. Ребят, действительно, тема, можно сказать, что все равно непростая, да, но тема, которая стоит того, чтобы в ней разобраться. Потому что это действительно некая такая история сразу же, да, выход из микробизнеса, да, куда-то в средний бизнес, который позволяет привлечь финансовый ресурс. Оставляйте комментарии, что думаете о прямых инвестициях, готовы ли напрямую инвестировать, какие у вас дополнительные вопросы возникли, потому что Максим интересный собеседник. Надеюсь, что мы не последний раз на канале встречаемся. У меня на это все. Пока-пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok